Что мы знаем про череповец? Причем здесь череп? Или причем здесь овцы? В какой области он находится? Где он расположен? Что там интересного? И вообще стоит ли туда ехать? Сегодня мы постараемся с этим разобраться и показать вам. Поехали! Деревянная церковь Интересно и необычно. Их не так много осталось в целостности и сохранности. Поэтому давайте посмотрим. Итак, мы приехали к Нелаской церкови. Называется она, собственно говоря, так, потому что она находится в селе Нелаское. Названо село в честь речки. Она деревянная. Она в целом в достаточно неплохом состоянии. Ну, не сказать, что прямо сюда ходят толпами туристы. Нет. Здесь нет никого. Мы тут вообще, в принципе, одни. Какие-то дети бегают из соседних домов, видимо, из этой деревни, из этого села. Она, в принципе, в более-менее нормальном состоянии. То есть она пока еще стоит. Но долго ли она еще простоит, я не знаю. Я находил в интернете, что в 2013 году в честь 320-летия там активировались люди и пытались, как бы, писать какие-то петиции, спасать церковь, собирать деньги. Но, не знаю, сайт достаточно старый, то есть выглядит уже очень таким несовременным, как раз из 2013 года. И я не знаю, как бы, чем дело закончилось, я информации не нашел. Получается, церковь это 1694 года постройки. Рядом с ним стоит церковь Каменная. А, да, и это церковь Успенская называется. Там даже есть табличка, памятник деревянному зодчеству. А напротив нее Каменная церковь, но она вообще просто, ну, короче, ей очень плохо. Она точно ни в каком виде не функционирует. Насколько я помню, это церковь Архангела Михаила. И она... Она моложе. Она 1735, по-моему, года. Здесь еще была колокольная, но в 20 веке ее уничтожили. Я думаю, вы догадываетесь, кто? Коммунисты. Вот. Стоит ли сюда заезжать? Ну, в принципе, я думаю, да. Просто заехать, потому что, в принципе, это место по пути. Вы потратите, я не знаю, минут 10-15, наверное, на то, чтобы сюда заехать. Просто посмотреть, потому что выглядит действительно очень круто. Я думаю, если вы поедете летом, то это будет еще красивее, потому что все будет зелено. Ну, летом же, как водится, все красивее. Вот. Ну, а мы, собственно, поедем дальше в череповец. Мы добрались до череповца, и я, наконец-то, расскажу, что за череп, что за овцы. Короче, нет никакого черепа и овцев, и овцев. Есть, на самом деле, это финно-угорское слово, и ученые до сих пор не знают, как объяснить череп, но, скорее всего, это все-таки не про череп. А вообще, на самом деле, изначально это было череповесь. И веси с финского, это вода. Ну, как-то так. Так что никаких черепов, овец, в общем, все предельно просто и понятно. Хотя не очень просто и не очень понятно. Ну, в общем, мы доехали, сейчас мы находимся у здания железнодорожного вокзала, и сейчас мы пойдем в сквер, медсестер, по-моему, он называется. В общем, там стоит памятник в Весестре. А почему мы туда пойдем? А потому что, знаете, я, на самом деле, про череповец знал очень мало. Кстати, что самое интересное, здесь металлургический город, а я прожил в Новокузнецке 15 лет, в металлургическом городе. И когда мы сюда заезжали, тут такая вонь стояла. Это прямо, я просто прямо детство вспомнил. Как Коксахим проезжаешь, и там вонище просто стоит. Вот. Но мы сейчас не про это. Мы сейчас пойдем. Так вот, я что знал-то? Я знал, что здесь есть Северсталь, потому что, собственно, я из Новокузнецка, а там есть хоккейный металлург в Новокузнецке. И я знал, что здесь есть Северсталь, больше я ничего не знал. А когда я начал искать информацию перед тем, как мы сюда поехали, я нашел, что здесь вот есть памятник медсестрам. И на самом деле, череповец был очень таким стратегически важным объектом, когда через него эвакуировали очень много людей из блокадного Ленинграда во времена войны. Порядка двух с половиной миллионов было эвакуировано через Череповец. И на самом деле для города на тот момент с населением 42, по-моему, тысячи, или там чуть больше 40 тысяч человек, это просто какое-то невероятное количество людей. Представляете, два с половиной миллиона и типа 40 тысяч жителей. И здесь реально очень много людей. Ну, женщины в основном работали либо врачами, либо медсестрами, помогали. И поэтому мы сейчас прогуляемся в памятник. А теперь мы добрались еще до одной достопримечательности города Череповец. Это памятник преемственности поколений. Написано даже Северсталь. Это для металлургов череповецких. Соответственно, здесь отец, сын. Я думаю, понятно, что преемственность это значит, что вот взрослый металлург и маленький металлуржонок такой маленький в кассочке идет. И в принципе, я думаю, это очень прикольный такой посыл. Потому что я считаю, что у нас в стране с преемственностью не очень хорошо. Потому что вы наверняка знаете зарубежные компании, которые существуют веками. И, например, я не знаю, Марко Пежо, это же фамилия. И их там целая семья, целый клан. Также Марко Порш, например, это тоже целый клан. И они уже реально веками существуют. А у нас как бы такого нет. Но с другой стороны, здесь не совсем про бизнес. Здесь больше про просто человеческие профессии какие-то. Типа металлург, отец, металлург, сын. Но это в принципе тоже неплохо. Хотя с другой стороны, каждый может выбирать себе профессию сам. В общем, зацикливаться на этом не нужно. Мы приехали в основное историческое место города Череповец. Это, собственно говоря, собор Воскресения Христова. Раньше здесь был монастырь. На этом месте Воскресенский монастырь. Его основатели это Феодосий и Афанасий. И из монастырского посада в 18 веке, собственно, возник город. А сам монастырь вообще был с 15 по 18 век. И, соответственно, сейчас уже вечереет. И поэтому, я не знаю, мы сейчас еще полетим, полетаем, посмотрим, как это выглядит с высоты. И, естественно, покажем, что у нас получилось. И еще нужно, естественно, добраться до отцов-основателей. Субтитры создавал DimaTorzok Еще мне немножко странной кажется застройкой города, потому что вот здесь вот, понятно, Воскресенский собор, вот там вот стоят двухэтажные, одноэтажные деревянные домики, а за ними стоит девятиэтажка такая панельная. Ну, понятное дело, что никто так не хотел, но так получилось. Мы нашли отцов-основателей, и соборную горку мы тоже нашли. Только есть проблема, их закрыли, видимо, на реконструкцию. А точнее, наверное, не их реконструируют, реконструируют, наверное, набережную. Точнее, строят что-то там. И, короче, к ним не пройти. И это очень жаль. Ну, ладно, можешь в другой раз. А еще я не сказал, или сказал, я не помню. Короче, мое первое высшее образование металлургическое. Металлурги, наша сила в плавках. Идем гулять. КОНЕЦ 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 Идем гулять. КОНЕЦ Идем белый Идем глаза КОНЕЦ Идем КОНЕЦ КОНЕЦ Идем Субтитры сделал DimaTorzok Что хочется сказать в заключении Череповец – славный город, вызывающий смешанные чувства и эмоции Поначалу мне казалось здесь все очень странным Да что говорить, кажется, до сих пор Здесь вся архитектура в перемешку То есть здесь есть одноэтажные деревянные дома И двухэтажные обычные кирпичные И панельки, и высотки, и сталинки И все как бы вот в перемешку Но с другой стороны, посудите сами Я говорил, что Воскресенский монастырь был основан в 14 веке С другой стороны, как бы, ну и что, скажете вы Есть города и постарше Но дело в том, что здесь проводились раскопки И была найдена керамика от 3-го и 5-го тысячелетия до нашей эры А также Череповец – это моногород Который зависит от одного градообразующего предприятия И из-за него же, собственно говоря, страдает от экологии Череповец является самым крупным городом Вологодской области Но не является областным центром Поначалу Череповец показался мне мрачным и неприветливым городом Наверное, из-за того, что осень и все серое Но когда стало темно, загорелась иллюминация Мы прогулялись по Советской улице Дошли до Криули Зашли в кафешку «Кормим папу» Кстати, очень хорошее место, могу рекомендовать Недорого, вкусно Я понял, что в этот город точно имеет смысл приехать Из Санкт-Петербурга ехать примерно 5-6 часов И сюда можно приехать даже на выходные, а может быть и больше Я думаю, что здесь вы точно не заскучаете Хотя заскучать можно и в Лас-Вегасе, это зависит от человека Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайк, если понравилось Пишите в комментарии, если я ошибался И поправьте меня, если вдруг Я ошибался А если кто местный, так тем более поправляйте Мы поехали дальше Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok